Дальнейшее падение цен на нефть не простимулирует потребление. Таков прогноз Международного энергетического агентства. Иран готов поставлять газ в Европу. Низкая себестоимость его добычи преимущества для экспорта. Сохранение рекордно низкого уровня базовой процентной ставки в Англии способствует этому замедлению инфляции. А теперь подробности. Международное энергетическое агентство ожидает дальнейшего падения цен на нефть в связи с тем, что на рынок вышел Иран, а темпы роста спроса на сырье замедлились. В ежемесячном обзоре агентства говорится, что уже к середине 2016 года ожидаемое в этом году сокращение добычи нефти за пределами ОПЕК на 600 тысяч баррелей в сутки будет полностью замещено иранскими объемами. Если другие члены ОПЕК сохранят объемы добычи, то переизбыток нефти на глобальном рынке может увеличиться до полутора миллионов баррелей в сутки, что, вероятно, опустит цены еще ниже текущих уровней. В обзоре отмечается, что темпы роста мирового спроса на нефть в 2016 году будут ниже уровня 2015 года. В этом году спрос вырастет на 1 миллион 200 тысяч баррелей в сутки по сравнению с ростом на 1 миллион 700 тысяч баррелей в прошлом году. Специалисты МЭА отмечают, что падение цен на нефть не простимулирует потребление, поскольку прогнозы экономического роста в таких развивающихся странах, как Бразилия, Россия и Китай, остаются пессимистичными. Иран, обладающий крупнейшими запасами газа в мире, готов поставлять газ в Европу, заявил директор по международным связям национальной иранской газовой компании Азизала Рамезани. Он отметил, что расположение страны позволяет Ирану продавать газ во все страны, поэтому поставки газа не должны ограничиваться соседними странами или регионам. По его словам, экспорт газа в Европу имеет международные и политические преимущества в дополнении к экономическим выгодам. Рамезани приветствовал переговоры со странами ЕС по расширению связей в газовой и энергетических областях и отметил, что для передачи природного газа в европейские государства проработаны различные маршруты. Он также сказал, что низкая себестоимость добычи иранского газа составляет его основное преимущество для экспорта в Евросоюз. Согласно заявлению Еврокомиссара по энергетике и климату Мигеля Ариаса-Контье, Еврокомиссия в феврале во время двухнедельного визита в Иран проведет первую техническую оценку возможности сотрудничества с Ираном в вопросах импорта газа в Евросоюз. Обратите внимание, завтра в 15.45 по московскому времени Европейский Центробанк опубликует решение поставки по депозитным средствам, а также по процентной ставке. Затем в 16.30 состоится ежемесячная пресс-конференция ЕЦБ. Свежая статистика и информация о факторах, влияющих на процентную ставку, а также экономику в целом, способны повлиять на позиции евро и увеличить шансы заработка. Аналитики ведущих мировых банков, таких как JP Morgan и Goldman Sachs, предполагают в своих долгосрочных прогнозах нисходящий тренд пары евро-доллар. Будьте в курсе событий, открывайте сделки, зарабатывайте на новостях. Продолжаем выпуск. Руководитель Банка Англии Марк Карнер Карни впервые в 2016 году, выступая в Лондоне, заявил, что время для повышения базовой процентной ставки британским центробанкам еще не пришло, сообщает агентство Bloomberg. Карни отметил, мировая экономика ослабла и рост Великобритании замедлился. В связи с обрушением цен на нефть инфляция еще больше замедлилась и, вероятно, будет долго оставаться очень низкой. Глава банка сказал, что для возврата инфляции к целевому показателю необходим прогресс трех основных индикаторов – базовой инфляции, внутреннего ценового давления и пересмотра перспектив роста экономики. Согласно данным Национального статистического управления ОНС, инфляция в Великобритании в декабре в годовом выражении составила 0,2% по сравнению с 0,1% в ноябре. Базовая процентная ставка остается на рекордно низком уровне в 0,5% годовых с марта 2009 года. Экономисты Банков Америка рассчитали стоимость доллара для бездефицитного исполнения российского бюджета. По их мнению, при цене на нефть в 25 долларов за баррель курс доллара должен составлять 210 рублей. Для того, чтобы исполнить бюджет с максимально допустимым дефицитом в 3% ВВП, доллар должен стоить 140 рублей. В бюджет России заложена цена на нефть в 50 долларов за баррель и курс доллара 63 рубля 30 копеек. Как заявил министр экономического развития России Алексей Улюкаев, пока нет необходимости пересматривать принятый бюджет. Ситуация очень неопределенная, цены на нефть могут развернуться в любое время. Тем не менее, российское правительство уже разрабатывает план действий в случае реализации стрессового сценария, который предполагает падение нефтяных котировок до 25 долларов за баррель. В январе 2015 года индекс ожиданий инвесторов и аналитиков в отношении экономики Германии на ближайшие полгода снизился до 10,2 пункта по сравнению с 16,1 в декабре, свидетельствуют данные исследовательского института ЗЭФ. В предыдущие два месяца в Германии наблюдался рост показателей. Опрошенные агентством Bloomberg аналитики прогнозировали падение индекса в январе до 8 пунктов. При этом индекс отношения инвесторов и аналитиков к текущей ситуации в немецкой экономике в январе увеличился по сравнению с предыдущим месяцем с 55 пунктов до 59,7, тогда как аналитики ожидали снижение показателей до 53,1 пункта.